Привет, зрители! В этот раз у меня очень задержался мой уход и парфюм на март, поэтому я вот пишу сейчас, 4 марта. Ну вот так вышло. В следующий раз постараюсь так не выходить. Так, я сейчас обозрю всё, что я уже как бы частично что-то юзаю в марте. Вот март начался, да. А что-то, ну как бы, планирую юзать в марте. Я хотела очень записать одну штуку, типа АСМР, в моей косметичке, потому что вот у меня косметичка тут. Правда, тут у меня сложено всё, даже не сколько то, что оно в ней обычно лежит, сколько ещё то, чтобы не забыть, потому что, ну, вот обзор тут, ухода на март, то есть всё. Почему косметичка? Потому что кошка у меня последний месяц как-то очень сильно любила заигрывать всё, что тут лежало без косметички. Я сейчас отсюда повытаскиваю, ну и покажу тебе. Тут, правда, у меня ещё и духи на следующий ролик отдельно уберу. Ещё какая-то хренатень есть. И есть какие-то средства, я думала, они будут в пустых баночках февраля. Ну, во-первых, пустых баночек февраля, наверное, ты уже понял, не будут. Они будут в февраль-март, может быть, в апрель. Потому что очень мало у меня этих баночек было в феврале. А что-то внезапно вот оно закончится, наверное, где-то вот, может, числа 10 марта уже вот там что-то уже закончится. Я сейчас на себя так это всё выкину. Вот этот крем от Гималая для лица и тела. Хороший крем напоминает, кстати, и Фрашевский вот этот с ромашкой, который у них был, я не знаю, он сейчас ещё есть от Пюркамель. Это подарок от подписчика Сергея. Хороший крем, мне понравился. Я его юзывала как крем для тела в основе, когда мне приспичивало после душа или ванны этот крем заюзать. Ну, в смысле, когда ощущаю, что кожа суховатая. И когда хотелось просто вот потом ещё поюзываться каким-нибудь парфюмом, потому что у меня ещё есть вот от Полечки, вот такая штучка. Что это у нас такое? Крем духи для тела. И вот он пахнет органический жас, минный, мускатная роза. Он ароматический такой, он вкусно действительно пахнет, там вот реально как духи только что ещё и крем. И когда мне хотелось с чем-нибудь ещё поюзаться, какими-нибудь духами другими, то я юзалась вот этим. А когда мне хотелось именно этот аромат, то я юзалась им. Они оба ещё практически полные, и у меня будут в марте юзаться. Мне тут, я нашла сегодня пятый угол. На самом деле, очень даже такой приличный угол. Ну, и мне, в общем, пока немножко болит. У меня тут крем от Грин Мамы. Грин Мамы для ног, шалфей и льняное масло. Раньше мне этот крем очень нравился. Но сейчас у меня такое ощущение, что он как-то немножко консистенция изменилась. Он вроде и густой. И помню, он был густой, его надолго хватало. А тут мне практически на месяц вот ещё чуть-чуть остаётся. Я пользовалась им тут все три дня, четыре дня марта после душика. Он хороший, но он как-то вот эти 100 мл у меня почти за месяц все ушли. И вот он будет, наверное, в пустых баночках марта, потому что совсем чуть-чуть осталось. Раньше мне его хватало на дольше. Он мне очень нравился. У него очень приятный аромат. Там прям куча всяких эссенциальных масел эфирных. И в этом плюс он как бы ароматизирует кожу ног, освежает то-сё, после душика самое то. Но вот что-то, мне кажется, он как-то по консистенции изменился. Ну и да, у него очень неудобная эта упаковка, потому что раньше можно было оттуда эту крышку открутить. Там было стабильно зафольгировано. Оттуда, соответственно, не открутишь. Оно, соответственно, и не зафольгировано. И из него, я, наверное, думаю, вот это срежу потом. И буду выскребать то, что недовытягивается. Оно у меня лежит. Я просто не знаю, бос ли у нас ещё такая зима-зима, холод-холод. Хоть сейчас вроде как календарная весна, типа март, то всё. Но он в феврале мне пригодился. Поэтому он у меня как-то лежит. Я думаю, ну лежит, сжать не просит. Мало ли чего, вдруг будет холодно. Минус какой-нибудь пять и дикий холодный ветер. Потому что у нас тут было плюс, допустим, какой-нибудь плюс три, но очень холодный ветер и сильный холодный ветер. И вот оно помогало. Это у нас гринмама Дениса Зарнин. Защитный бальзам для лица и рук от морозной погоды с французским гусиным жиром. Дофига просрочено, но так как там, в принципе, вот. Ну, такой состав, что вот он никак не изменился вообще. Что там в 2011 он был. Что он сейчас. Сроком он был до 2014. Он давно просрочился. У меня тут эфирная масса стоит. Я его вообще как бы юзаю, как ароматизацию такую. Ванну капаю, чтобы пахло вкусно в ванной. Когда ванну с пеной принимаю или солью. Или капаю его в дезик, который сейчас у меня тут есть. Когда он у меня заканчивается, тут вот вода и эфирное масло. Либо мяты, либо вот тут розмарина. Какого-нибудь такого дезодорирующего эфирного масла. Добавляю сюда несколько капель. Втряхиваю. И вуаля дезик. Вот этот дезик у меня будет дальше юзаться. Во флаконе из-под грилы. Так, кстати, эфирное масло фирмы Натуральное масло. У меня он лежит здесь. Вот этот вот. Подарок от подписчицы Светы. Это ифрашевская лимитка новогодняя. Смотри как. Ну, у меня. О. Я надеюсь, видно, потому что я отсюда не очень вижу, видно ли. Но у меня тут как бы это кольцевая лампа жёлтенькая. Не очень сильно такая. Близко к тёплому жёлтому, но не очень яркая. Короче, это ифрашевская лимитка этого года. Как бы она прошлого года считается. Потому что к началу этого. Ну, питательный бальзам для губ нежный миндаль. 4,8 грамм. Мне очень он нравится. Я его юзаю. Иногда вот вечером ложусь спать, понимаю, что губы сухие. Иногда дома вот просто чувствую, что губы сухие. Иногда я его юзаю чаще всего перед выходом на улицу. В сумочке же у меня болтается подарок от подписчика Сергея. Бьюти-визаж. Он очень плотный. Ну, в общем, плотная консистенция. Вот у него тоже такая фигня. Тут у меня был сначала вот такой ровненький. Потом он такой вот горочкой был. Сейчас он какой-то невнятный. Сейчас так же примерно так. Между двух губ зажал. Провёл. И всем счастье. Он очень тяжело ложится. Но, в принципе, хорошо увлажняет губы, тем не менее. Хотя бывает, что скатывается в полоску. И он у меня лежит обычно в рюкзачке. Так. Хоть у меня тут лак стоит, но это не уходовое средство. Я ногти лаком сегодня не намазала до конца. Гоманно сай. Извините, простите и так далее. А может и не извинять. Потому что, как бы, я не ожидала, что у меня тут будет такая маленькая, но болючая травма. Ну, и как-то это. Вся такая рассеянная. У меня вот сейчас кремик в использовании авокадо. Рурек. От Полиночки. Хороший такой кремик. Плотненький. И при этом, как бы, он мягкая такая текстура. Очень хорошо. Руки увлажняет. Сейчас, правда, я пока не буду его наносить, потому что у меня... Он два месяца не был в уходе. Ну, потому что я ему мазала чисто голову, когда вот лежишь, мигрень, помазал. Спишь дальше. А тут бандитская пуля, как бы моя мама сказала. Короче, Кайлаж Дживан. Отдельный ролик про Кайлаж Дживан есть в плейдинге Маиндии. Если интересно, глянь. Я не буду 125 раз ему воду превозносить. У меня ещё камера слегка разряженная. Я понимаю, что можно было бы её воткнуть в сеть и не париться. Вот этот кремик у меня сейчас стоит на тумбочке. Потому что тот, который до этого был, закончился и лежит в пустых баночках. Вот этот кремик от Кис Бьюти. Салое. От подписчицы Катюши. Он у меня лежит в сумочке. Я когда выхожу куда-нибудь, ну, надо же иногда, вот, по ощущению, что надо руки помазать. Вот я его юзаю. Очень хороший кремик. Маленький такой, удобный. Что этот, что тот по 30 мл. Очень хороший такой, удобный формат. На кухне сейчас у меня стоит вот такой кремик. Это мне сёстры подарили в прошлом году на 8 марта. Это какой-то там букет от Арифлейм. Там был такой набор мыла. И вот такой крем мыло по дизайну упаковочка. Такая же была. Короче, приятный аромат, хороший крем, хорошо впитывается, хорошо увлажняет руки. Они вот, в принципе, по консистенции они похожи. Он у меня стоит на кухне. Потому что вот я на кухне часто там монтирую, перевожу что-то, тайплю. Правда, в последнее время у меня как-то ближе к монтажу что-то ещё делаю. И вот, ну, очень часто там надо руки мазать. Помыл посуду. Хотел в перчатках, помыл без перчаток. Руки надо помазать. Намазала руки, одела перчатки. Помыла посуду. Что-то делаешь, потом опять надо пользоваться кремом. Кто-то меня тут хочет. Так, короче, у нас тут... Это от подписчицы Светы. Я им усиленно пользуюсь. Ты видишь, он вот какого цвета. Так, на самом деле, он двухфазный. Сверху беленькая, а снизу маслится такое. Или типа того. Это бальзам двухфазный. Моментального действия с фиктатом овса. Я одно время прыскала наверх. И расчесывала. Одно время прыскала 2-3 пшика на эту... На деревянную щётку. И расчесывала. Иногда делаю так вот просто, как пшикаю по разным местам. В этот раз сегодня я пшикнула сверху. И он у меня куда попал, туда попал. Бывает, что я просто по низу щёлкаю. Пшикаю. Один, два, три раза, когда как. Он очень экономичный. Ну, соответственно, чё один пшик, даже если три пшика. Его на очень долго хватит. Он мне очень понравился. Это мне Света присылала, чисто на попробовать. Ну, как бы попробовать и мнение сказать. И вот он мне нравится, Света. Спасибо. Хорошая штука. Я, знаете, не всегда его пользую. Иногда забываю, но стараюсь каждый день. Не знаю, вот как... Как бы бывает, волосы даже от хорошего шампуня устают. Но вот с ним, может, как-то они пышнее, правда, становятся. Фиг знает. Где, кстати, у меня шампунь? У меня вот второй месяц уже будет такой юзаться. Вообще, у меня его очень любит родня. Одна моя... Ну, одна из близкой части родни. Периодически юзает. А у меня что-то как раз от детского шампуня волосы устали. Сама я что-то ещё ничего не свояла. Хоть у меня это мыльная основа лежит. Кремообразная вообще ещё даже не открывала, чтобы что-то сделать. И я как-то купила на этой, в аптеке. И вот второй месяц он у меня. Сначала я думала, купила. Думаю, ну, смотрю, неплохая такая цена. Потому что вообще по скидке приличная была 165 рублей. Потому что последний раз я его за 300 с чем-то покупала родственникам по просьбе. Думаю, ну, может, к 8 марте. А потом думаю, а что я... У меня шампунь заканчивается. Как бы надо что-то другое. Ну, почему не попробовать самой? Целитель, дегтярный шампунь. Я почему-то все дегтярные шампуни называю дегтярными. А дегтярные шампуни у меня были от других каких-то фирм. Тоже, в принципе, неплохие. Я сама даже делала. У меня там есть дёготь специальный берёзовый куплен, чтобы вот самопалить шампунь. Чистые сильные волосы без перхоти, кожа без раздражения. Это для любого типа волос. Целитель. Вот мне он очень понравился. И вот он у меня второй месяц будет. И он экономичный. Я когда прилично так вылью. А иногда вот вылетит капли 3, 1,5, 4. Ну, вот чуть больше вот этого моего ногтя. И всё нормально. Он хорошо промывает. Он такой густой, очень экономичный, хороший. Если вот ищете что-то себе для разнообразия, то советую. Обычно в аптеке можно найти. Но вот на зон бывает. Так. Вот этот кремик Kiss Beauty. Тоже от Катюши. Он у меня лежит у компьютерного стола. Там линуксину надо обновлять. Я даже сделала бэкап неделю назад. Но всё, пока не обновится. Не обновлюсь. Короче, в общем, вот этот кремик. Это был наборчик такой. Там 4 кремика была и маска для рук. Kiss Beauty. Мне очень нравится. Но прикол. Он пахнет огурцом. Тут у нас этот самый как бы... Хотя сейчас даже уже не огурцом, а чем-то другим. Гиалуроновая кислота. Не знаю, как гиалуроновая пахнет кислота на самом деле. Видимо, у меня 2 из других кремика. Один-то я помню, что закончился с розой. А вот был ещё с коллагеном. Походу, дело тоже закончился. Потому что что-то у меня сейчас смотрит только 2. Вот этот тоже грозится закончиться. Это подарок от подписчицы Светы. На попробовать. Косметика. Это Mizon. У меня от Mizon была какая-то пенка для умывания. Дважды от подписчика Влада. Это очень такой, ну как бы тонер называется. Типа густой тоник. Он такой гелеобразненький. Мне напоминает по консистенции. И вот действую на кожу. Алоэ-гель. От Холики-Холики. Лаферма. Вот такие, которые реально такой между жидким и гелем. Либо мой самопальный тоник, когда я бодяжу алоэ-гель с фильтрованной водой. Встряхиваю. И вот так. В общем, я его использую иногда, когда просыпаюсь. И понимаю, что мне вполне хватит только вот такого тоника. Он экономичный. Хотя вот тут совсем чуть-чуть. Он такой фиолетовый. В общем, Свете, спасибо. Очень мне понравился. Не поверишь зрителю. У меня что-то как-то этот гель не ушел за месяц весь. Потому что я еще ванну принимала. Когда ванну, когда гель для душа. И тут где-то, ну может чуть меньше половины. Тут вообще 300 мл. Это миксит. Гель для душа с экстрактом клубники и манго. С ароматом арбуза. Водяная дыня. Не знаю, почему водяная дыня. Не загонялась. Ну, короче говоря, это подарок от подпишицы Катюши. Их было два гелика. Один в январе был. По-моему, он в пустых баночках даже был. А этот, я думала, был в пустых баночках февраля. Но вот что-то как-то не случилось. Причем получилось так, что я сначала его юзала очень много. Так выливала на губку. Иногда средняя. А тут как-то пару капель капнула. Думаю, смотрю, он хорошую такую пену дал. Думаю, а что я тогда его выливаю, а потом долго-долго себя смываю. А так пару капель стала капать. Ну, не то, чтобы совсем уж пару капель, 2-3, а где-то. Вот иногда даже 2-3 вот этого моего ногтя на большом пальце. И вот получилось, что как-то прилично так его сэкономило в этом плане. И он у меня еще в марте спокойно так юзается. Вот потом в пустых баночках. Спасибо, Катя. Очень хороший гелик. Это у меня тоник самопальный, имени меня, про который я совсем недавно говорила в этом видео. Тут алоэ гель и фильтрованная вода. По-моему, тут еще этот алоэ гель, который был уже в пустых баночках. Адриона или Адриана. Адриона вроде хорватский такой, который был похож на желе. Больше. На алоэ такое желешное. Так, у меня тут еще в уходе очень много всего. Дрем натура. Соль для ванн с экстрактом пихты. Это подарок от Полиночки. Мне очень понравилась соль. Хорошая, экономичная. Там вот 4 столовых ложки на ванну. Тут еще на 2-3 раза еще останется. Хорошая соль. Ванну так воду окрашиваю слегка в легкий зелено-желтый цвет. Я и в ней чисто лежала. И в отвар какой-нибудь трав делала. И с солью лежала. Иногда эфирное масло капало, и с солью лежала. И с пеной вместе совмещала, когда хотелось вот так совсем размокнуть. Такой прикол, что я как бы обычно максимум 15 минут крайне редко бывает. А тут даже полчаса как-то отмокала. Вообще круто все. Хорошая соль мне очень понравилась. Спасибо, Колечка. Так, у меня тут тоже от Полиночки комплимент натуралис. Пена для ванн, противопростудная, малина и эвкалиф. Вот, кстати, правда, помогает, потому что я как-то что-то прогулялась не по погоде одетая была. Меня ветром слегка продуло, потом в ванной полежала. Перед этим чихала, кашляла. Во-первых, меня оно начало срубать после этой ванны. Во-вторых, оно как-то реально все отмокло, и никакой простуды уже не случилось в итоге. Хорошая, экономичная. Я несколько раз принимала уже вот ванну с момента, как получила подарочек. И в марте я тоже буду ее юзать. У меня тут есть еще два средства. Вообще, как бы наборчик. Одно еще в запасах, там маска. Тоник у меня закончился, а потом в пустых баночках его обозрю. Это вот наклейку я тут уже отклеила. Кто это у нас? Мэри Кит. Это от Светы. И на затест тут сыворотка, она очень похожа на гелеобразная такая сыворотка. Она похожа просто на гель алоэ. Там бывают алоэ, бамбуковый гель. Еще вот такие вот. Вот такая вот сыворотка. Я ее иногда юзала тоник, а потом ее и все. И она в принципе, вот она более густая, чем вот этот мизоновский тонер. Но по ощущениям на коже они одинаковые практически. А это кремик. Тоже Мэри Кит. Легкий, нежный, хорошо наносится, быстро впитывается. Все в таком духе. В общем, хороший кремик. Единственное, что он не справлялся вот с этими сухими штуками. Когда вот это отсылка к тому видео Бакс Драф, почему я их записываю только сейчас. Потому что у меня очень много времени ушло на монтаж. Ну и сотрудничество у меня случилось опять Бакс Драф. Если вы еще не смотрели, глядьте, пожалуйста, ролик. Потому что мне было очень приятно. Особенно если вы поставите палец кверху к тому ролику и к этому тоже одно. Ибо я угрохала там дофига времени, очень старалась. Соответственно, уставшая была вчера. Сегодня вот только к вечеру смогла записать. Это хороший кремик. Мне он понравился. Но вот если у вас из-за отсутствия сна или еще по какой-то причине вот здесь вот бывает сухая кожа. Особенно если у вас еще очки, как у меня примерно, да. Вот здесь вот оправа касается кожи. И вот в этих местах она сухая бывает. То он не поможет. Но он как? Он поможет так вот чуть-чуть вроде приложился. Через несколько часов опять здрасте. Зато вам поможет. Иди сюда. Это не реклама. Это вот реально мое такое мнение. Крем дневной для лица пробиодический. Для сухой и чувствительной кожи 25+. И вот хоть мне 39, как я уже говорила в том видео, он реально так за одно применение помогает. Кожа перестает быть сухой. Она меня как бы раздражала. Поэтому, во-первых, ощущаю, что она сухая, как-то стянутая. И не знаю, с чем справиться. Он экономично хороший. Мне очень понравился. Он, конечно, ну, не бюджетно стоит. Допустим, относительно крема Гринмамы чуть подороже. Но я думаю, подешевле, чем вот это вот. Хотя я не знаю, сколько это стоит. И сколько сейчас вообще особо косметика стоит. Потому что спасибо вам, дорогие зрительницы и зрители. Вы мне как бы дарите что-то такое на обзор периодически. И я как бы не загоняюсь, чтобы такое купить. Вот. Он у меня тоже будет юзаться. Но я, наверное, сначала уделаю вот этот кремик. А этим буду пользоваться... Так, упала сыворотка. А баграмовским буду пользоваться, когда вот у меня будет опять эта сухая кожа. Внезапно возникнет. Молочко для демакияжа пробиотическое для всех типов кожи и всех возрастов. Номер 42 от Пробиодерм. Багздравовская косметика Пробиодерм. Это вот Багздрав. Ну, от Багздрав, короче. Кошка, ну куда хоть ты залезла, а? Тут у меня и так баррикада падающая. Короче, я решила просто вместо Гринмама его в этот раз юзать. Оно быстрее, чем Гринмама. Оно за одно применение смывает, допустим, вот этот блеск. Шайн-шайн-шайн от Эссенс. Который, кстати, тест этого смывания был в том ролике. Не надо драть это. Это чекольчик кольцевой лампы этих фотофонов. Так, у меня тут еще... Оказывается, три штуки. Жуть, сколько возле его. Вот про эту штуку я стабильно забывала. Я раза три, наверное, пользовалась. Хотя ей надо было два раза в неделю. Это подарок от подписчицы Полечки. Это новосвит. Сыворотка для лица и шеи. Ночная хорошая, крутая штука. Хоть там написано, что после нее надо ночным кремом. Но я не всегда пользовалась кремом. Во-первых, у меня нет ночного крема. У меня есть такое. И для того, и для другого. Ну, в смысле универсальный. Во-вторых, я как бы ночными кремами крайне редко пользуюсь. Потому что я про них забываю. В-третьих, у меня когда-то был гринмамовский ночной крем, но я им пользовалась днем. Потому что он был настолько нежный. И пах вкусный вообще-то пиончиком, розочкой. И он мне нравился. Я его юзала днем. Мне его в тюбика 100 мл хватило где-то на полтора года, помню. В общем, хорошая сыворотка. Она впитывается. Коза действительно нежная. Там какое-то время липкость, как вот написано было на коробочке от нее. Но она проходит, и очень крутая штука. Спасибо, Полечка. Так, у меня тут, наверное, будет в пустых баночках, Марта. Может, и нет. От светочки тоже. А пел, масный пилинг гель до лица. Очень нежный такой вообще пилинг. Классный, четкий. Я иногда его пользую, чтобы смыть. Не надо тут ничего дергать. Смыть вот эту помаду или еще что-то. Ну, а или умываюсь. Когда каждый день, когда, когда вспомню. Иногда раз в неделю. В общем, он экономичный, классный. В общем, мне очень понравился. Ну, он вроде как уже заканчивается. Может быть, в пустых баночках Марта будет. Ну, и последнее из уходовых средств – это зубная паста. Вот такая китайская. Я на Вайтберис покупала. Наверное, даже отдельно ее обзор делала. Где-нибудь там в плейлисте обзор еды бытовухи глянде. Если интересно, то 220 грамм. Флакончик непрозрачный. Сколько в ней осталось, хрен знает. Но она экономичная, хорошая. Это с черникой. Вкус такой, в общем, ну, очень мягкой черники. Вот как вкусоароматическая добавка черника. Немятная, если кто-то хотел бы такую попробовать. Она немятная совершенно. Там вот именно что черника. Хорошая зубная паста. Не знаю от нее или нет. У меня же, как ты знаешь, зубы молочные. Вот здесь вот уже где-то месяц хвостиком растет зуб. Я сегодня обнаружила, что он еще чуть-чуть подрос. Не молочный. Вот это все у меня из ухода на март. То, что я уже использую. Всем спасибо, кто осилил. Если решили поддержать мой канал, то вот здесь будет облачко. Если ждете АСМР, то вот здесь будет другое облачко. Ну и как бы всем пока. Эй, зритель, поставь лайк, пожалуйста.